Устанавливать теплицу лучше всего вдвоем и в хорошую безветренную погоду. Также для работы по сборке теплицы нам потребуется следующий инструмент. Сборка фундамента. Чтобы определить размеры фундамента, нам нужны точные размеры каркаса. Они указаны в инструкции по сборке теплицы. Поверхность участка, где будет стоять теплица, должна быть подготовлена и выровнена. Укладываем брус. Проверяем его по уровню и скрепляем уголками с помощью саморезов по дереву. Проверяем диагонали между углами фундамента. Они должны быть равны. Проверяем фундамент по уровню еще раз. Закрепляем фундамент прямыми якорями. Вбиваем якорь в грунт и крепим к фундаменту саморезами по дереву. Подготовка к сборке каркаса. Располагаем оба торца на ровной поверхности. Торцы нужно положить так, чтобы дверь и форточка открывались наружу. Отмечаем маркером места крепления поликарбоната саморезами в соответствии со схемой в инструкции. Кровельным саморезом сверлим отверстие по отмеченным точкам. Очищаем поверхность торца от образовавшейся стружки. Берем лист поликарбоната и снимаем с него защитную пленку. Помечаем маркером сторону листа с защитой от ультрафиолета. Эта сторона должна оказаться снаружи теплицы. Мы используем поликарбонат собственного производства толщиной 4 мм с эффективной защитой от ультрафиолетового излучения как в массе листа, так и на его поверхности. Эта защита позволяет поликарбонату служить долго, не трескаясь и не рассыпаясь под воздействием прямых солнечных лучей. Кладем лист поликарбоната сверху, перекрывая торец так, как указано на схеме раскроя. Обратите внимание, что при монтаже должен получиться небольшой нахлёст на стойку двери. Строительным ножом аккуратно обрезаем материал по внешнему краю торца. Прорезаем форточку и дверь. Закрываем оставшуюся часть торца. Продолжение следует... Таким же образом закрываем поликарбонатом второй торец. Проклеиваем торцы защитной лентой. Рекомендации по её размещению указаны в инструкции по сборке теплицы. Для этого лучше выкрутить нижний ряд саморезов, а потом вкрутить их обратно поверх ленты. Защитная лента позволяет защитить поликарбонат от проникновения насекомых и прорастания растений, а также от попадания влаги в соты поликарбоната. Сборка каркаса теплицы. Собираем основание теплицы. Кладём детали основания на брус, стыкуем их с помощью соединительного тавра. Размещаем основание по внешнему краю фундамента. Проверяем расстояние до краёв бруса. Они должны получиться примерно 25-30 мм. Основание крепится к фундаменту с помощью саморезов по дереву. Места соединения с тавром фиксируем саморезами типа клоп. Устанавливаем дуги. Дуги, как и весь каркас теплицы, изготовлены из квадратной трубы, оцинкованной снаружи и изнутри. Мы не экономим на толщине металла, поэтому дуги получаются ровные и без заломов. Соединяем дуги между собой с помощью продольных направляющих. Обратите внимание, части направляющих есть с чопиками и без чопиков. Монтаж начинаем с направляющих без чопиков и размещаем их на одной стороне каркаса. Соединяем направляющими остальные дуги. Устанавливаем торцы. Для этого поднимаем подготовленный торец и вставляем чопики на основании торца в трубы обоих оснований. К направляющим торец крепится с помощью винтов и гаек. К основаниям торец крепится с помощью саморезов типа клоп. К фундаменту – с помощью саморезов по дереву. Протягиваем болтовые соединения каркаса теплицы и проверяем его вертикальность по уровню. Крепим дуги к основанию саморезами типа клоп. Прорезаем петли на торцах теплицы. Устанавливаем уголки и крючки. Установка ручек. Протыкаем поликарбонат битый шуруповерта в месте расположения отверстия под ручку. В получившееся отверстие с наружной стороны двери вставляем металлический стержень ручки и фиксируем саморезами типа клоп. С внутренней стороны на стержень одеваем завертку и также фиксируем саморезами. Здесь важно не затянуть саморезы слишком сильно, иначе замок будет открываться туго. Одеваем на стержень вторую пластиковую ручку. Чтобы ручка держалась максимально прочно, можно использовать суперклей. Устанавливаем ручку на форточку. Смазываем замки машинным маслом. Некоторые производители устанавливают на теплице маленькие неудобные ручки. Бывает, что ручек на теплице нет вообще. Мы же оснащаем наши теплицы удобными двусторонними ручками собственного производства на высокой ножке, которыми удобно пользоваться каждый день. Установка форточек. Кладем каркас форточки на ровную поверхность и сверлим отверстие в корпусе в соответствии со схемой, указанной в инструкции. Устанавливаем на форточку каркас автоматического поршня в соответствии с инструкцией по его установке. Так как форточек у нас две, рекомендуем устанавливать их в теплице по диагонали. Это обеспечит оптимальный режим проветривания теплицы. Размещаем форточку между дугами теплицы над боковой направляющей. Контур каркаса форточки должен совпадать с контуром дуги. Аналогичным образом монтируем вторую форточку. Монтаж поликарбоната. Отмечаем маркером сторону с защитой от ультрафиолета. Снимаем защитную пленку с поликарбоната. Проклеиваем края поликарбоната защитной лентой. Кладем на каркас лист поликарбоната лицевой стороной вверх и размещаем его так, чтобы у нас получился козырек 4-5 сантиметров. Прихватываем лист внизу саморезами. Таким же образом размещаем остальные листы. Соединение листов на теплице производим внахлёст. Крепим поликарбонат к каркасу кровельными саморезами через оцинкованную ленту. В процессе крепежа необходимо натягивать ленту, чтобы она плотно прилегала к дуге. Чтобы саморезы на теплице располагались в одну линию, крепеж начинаем с торцов. Затем натягиваем между торцами шнур и ориентируемся на него при дальнейшем крепеже. В местах соединения листов крепление производим через оба листа. Усиленное крепление кровельным саморезом через ленту предотвращает отрыв поликарбоната под действием сильного ветра и снеговой шапки. Без оцинкованной ленты поликарбонат может быть продавлен саморезом или полностью сорван с теплицы. Излишки ленты обрезаем ножницами. Концы оцинкованной ленты крепим к фундаменту с помощью саморезов по дереву. Крепим поликарбонат к форточкам через заранее просверленные отверстия. Прорезаем поликарбонат на форточках в соответствии с инструкцией по их установке. Для удобства монтажа защитной ленты на форточку откручиваем нижний ряд саморезов. Вкручиваем обратно нижний ряд саморезов. Устанавливаем гидроцилиндр на автоматический поршень. Нет необходимости самостоятельно сжимать или раздвигать механизм гидроцилиндра. Степень открытия форточки при его монтаже будет зависеть от температуры окружающей среды. Каркас теплицы в сборе представляет собой надежную и мощную конструкцию с семью продольными усилениями и дополнительными перемычками на торцах. Редактор субтитров А.Семкин